Прошло 30 лет после распада СССР, который стал не только ключевым геополитическим событием конца XX века, но и огромной личной трагедией для миллионов советских граждан. Историография перестройки и дезинтеграции СССР на сегодняшний день насчитывает тысячи отечественных и зарубежных публикаций. Однако ключевой вопрос остается прежним. Был ли распад СССР исторической случайностью, не имеющей под собой объективных оснований, либо произошедшая катастрофа была закономерна и неизбежна в сложившихся на тот момент исторических условиях? Как известно, диаметрально противоположные ответы на этот вопрос были сформулированы еще в начале 90-х годов и до сих пор ни научного, ни тем более общественного консенсуса не удалось достичь. Чтобы как-то уйти от мнений и основывать выводы только на фактах, мы с коллегами вот уже много лет публикуем сборники документов по истории современной России с особым акцентом на сюжеты, связанные с распадом СССР. Думаю, что эти издания знакомы здесь присутствующим. Осенью ожидается выход нового сборника документов с моей вступительной статьей. Так вот, все документы и факты показывают, что сложившийся на тот момент конкретно исторических условиях распад Советского Союза с конца августа 1991 года был неизбежен. А политическую и юридическую точку в процессе распада поставил 1 декабря 1991 года украинский референдум о независимости и последовавшее за ним 5 декабря 1991 года решение Верховного Совета Украины о денонсации договора о создании Союза СССР 1922 года. Однако этот вывод диссонирует с концепцией заговора, которая утвердила в сознании многих современников и тех, кто никогда не жил в эпоху СССР и вглядывается в события прошлого через призму мифов, эмоций, вольных интерпретаций. Это абсолютно удивительный эффект, когда доступные всем документы, необходимые для объемного видения всей картины исторических событий, год за годом остаются вне поля зрения не только широкой общественности, но и специалистов. Еще более удивительным является тот факт, что попытки возвращения в научный оборот и публичный дискурс многих документов, важных для осмысления процесса распада СССР, вызывают подчас неприятие, поскольку заполнение пробелов с неизбежностью формируют иные цепочки причин и следствия. И логика, вырастающая из взятой без изъятия и умолчания документально-фактологической основы, оказывается неудобной и некомфортной для тех, кому дороги мифы альтернативной истории. Итак, какие причины стали ключевыми в распаде СССР? На слайде те причины, которые, на мой взгляд, сделали процесс дезинтеграции необратимым. Посмотрите первый слайд. Основная причина распада Союза СССР – разрушение КПСС. Необходимо четко обозначить момент невозврата, момент, после которого сохранить Союз было уже невозможно. Официальные документы и архивные материалы позволяют назвать его с исторической точностью. Это конец августа 1991 года. Попытка государственного переворота с созданием ГКЧП 19-21 августа. Выход из КПСС ее генерального секретаря с призывом ко всем честным коммунистам покинуть КПСС. Решение Верховного Совета СССР о приостановлении деятельности КПСС. Про возглашение 24 августа 1991 года независимости Украины. После всего этого посыпалось все. Процесс распада приобрел лавинообразный необратимый характер. КПСС была становым хребтом, несущей конструкции и реальным механизмом осуществления государственной власти в СССР. Именно поэтому распад КПСС неизбежно привел к обрушению советского государства. Как установил впоследствии Конституционный суд Российской Федерации, цитирую, руководящие структуры КПСС и Компартии РСФСР осуществляли на практике, вопреки действующим конституциям, государственно-властные функции. Именно поэтому рост противоречий внутри некогда монолитной организации и ее поначалу медленный, а затем обвальный распад были свидетельствами развала союзного государства и центральной власти. Рассмотрим этот процесс, траекторию ошибочных решений высших союзных государственных и партийных властей более подробно. Один из самых критических надломов произошел вследствие создания КПРСФСР. В отличие от других союзных республик у РСФСР вплоть до июня 1990 года не было собственной республиканской партийной организации. Создание КПРСФСР в критический для партии момент противопоставление ее союзному руководству стало одной из ключевых причин развала КПСС и тем самым распада Союза СССР. Не меньшую напряженность создавали внутрипартийные конфликты по поводу стратегии и тактики управления государством и экономикой в ситуации кризиса. Реакционное крыло КПСС и партийный аппарат подготовили снятие Горбачева со всех постов на сентябрь 1991 года, если точно, то на 3 сентября. В ответ он обратился за поддержкой к лидерам союзных республик, пообещав им радикально расширить полномочия и ускоренно уже в августе 1991 года подписать новый союзный договор. В обмен на поддержку он заявил о готовности радикально изменить систему союзного руководства, прежде всего в силовом и экономическом блоках. Все эти обсуждения записывали с руководством КГБ и попадали на стол коллегам по партиям. Как известно, работа над проектом союзного договора была завершена 23 июля 1991 года. Ельцин парафировал этот документ. Окончательный текст был обнародован в газете «Правда» 15 августа, а на 20 августа 1991 года было назначено подписание. В ответ начался путь. Чтобы потом не говорили члены ГКЧП о своих намерениях, они не остановили распад СССР, а ускорили его и сделали необратимым. Как я уже говорил, дальше все посыпалось. 24 августа 1991 года генеральный секретарь заявляет о сложении полномочий, призывает ЦК КПСС принять трудное, но честное решение о самороспуске, а судьбу республиканских компартий и местных партийных организаций рекомендовал определить им самим. Это цитата. Выход из партии ее лидера и призыв ко всем честным коммунистам сделать то же самое, возможно, по-человечески, эмоционально понятен, но этот шаг еще больше ускорил распад машины государственной власти. То есть ГКЧП предопределил распад партии, сделал процесс ее реформирования практически невозможным, а это, в свою очередь, исключило вероятность любых попыток поэтапного реформирования союзного государства. В связи с августовскими событиями началось приостановление или прекращение деятельности республиканских комитетов КПСС. Часть имущества их была опечатана или передана в собственность некоторых союзных республик. 29 августа 1991 года Верховный Совет СССР на основании имеющихся сведений об участии руководящих органов КПСС в подготовке и проведении государственного переворота 18-21 августа 1991 года решил приостановить деятельность КПСС на всей территории СССР, поручив органам МВД обеспечить сохранность ее материальных ценностей и архивов, а учреждениям банков прекращение всех операций с денежными фондами КПСС. С августа по ноябрь 1991 года, я акцентирую на этом внимание, прекратили существование КПСС, как общесоюзная организация, перестала существовать. Хронология событий. Слайд 2. Распад КПСС. Вы видите название события, дату и очевидно для всех думающих людей, что одновременно с распадом структур КПСС лавинообразно разваливалось единое государство. Для партийных лидеров союзных республик бегство из КПСС и из состава Союза было способом сохранения себя и своих группу власти. В отличие от многих других республик, Россия до самого последнего момента юридически и фактически оставалась в Союзе СССР. Декларация о государственном суверенитете РССР, принятая 12 июня 1990 года, по своей сути и целям отличалась от схожих по названию деклараций других союзных республик. Главная задача этого акта предотвратить, а точнее остановить инициированный союзным центром распад самой России через повышение статуса всех автономных республик до уровня союзных республик субъектов СССР. Декларация еще раз юридически подтверждала добровольное нахождение РСФСР в составе Союза, говорила о едином гражданстве, едином законодательстве. А причиной появления этого документа стал так называемый процесс автономизации, запущенный союзным руководством в попытках ограничить рост политической и экономической самостоятельности России. К началу 1990 года политика перестройки начала давать сбои, союзный центр демонстрировал слабость, нерешительность, отсутствие единства и реальная власть стала перетекать в союзные автономные республики. Все очевиднее становилось соперничество Ельцина и Горбачева. При этом положение Горбачева было менее легитимным и авторитетным, чем любого из президентов союзных республик, потому что в отличие от Ельцина и других президентов, избранных прямым волеизъявлением населения, президент СССР был избран всего лишь съездом народных депутатов, то есть группой депутатов. В качестве оружия ЦК КПСС использовал так называемый план автономизации. Как я уже сказал, он состоял в том, чтобы поднять статус автономии в составе РСФСР до статуса союзных республик. Оправдывался план автономизации конечной целью создать вместо федерации из 15 союзных республик с правом свободного выхода из союза СССР объединение уже из 35 республик, то есть 15 союзных плюс 20 автономных. Но в обмен на такое повышение статуса предполагалось исключить из Конституции, из союзного договора право на свободный выход, право на сецессию. В апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял два закона, то есть этот план не остался на книжных полках. Были приняты два закона, которые реально, юридически и фактически запустили механизм автономизации. Закон СССР 10 апреля 1990 года об основах экономических отношений союза СССР, союзных и автономных республик не просто резко расширил экономическую самостоятельность, права республик, автономии и территориальных единиц в экономической сфере, но уравнял их в экономических правах. А 26 апреля 1990 года был принят второй закон СССР о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации, согласно которому автономии уже фактически выравнивались в статусе союзными республиками. Закон называл союзные республики как суверенное государство, объединившееся в СССР, а автономные республики как государство, являющее субъектом Федерации и Союза СССР. Справедливости ради надо сказать, что еще в 1989 году был обнародован проект документа о создании в составе РССР на территории СССР семи союзных республик. Этот документ готовился к внесению на пленум ЦК КПСС осенью 1989 года. Следствием вот таких, с позволения сказать, экспериментов стал парад суверенитетов, автономии внутри союзных республик. Если бы план автономизации был реализован до конца, то Россия потеряла бы 51% территории почти со всеми стратегическими ресурсами и почти 20 миллионов населения. Посмотрите слайд с картой, что осталось бы от России в реализации такого плана. Сознавая опасность фактического распада РССР, Российский съезд народных депутатов в целях обеспечения целостности республики подавляющим большинством голосов 907 за, 13 против и 9 воздержались, проголосовал за указанную декларацию. Хочу отметить, в составе депутатского корпуса 86% составляли депутаты-члены КПСС. Декларацию о государственном суверенитете поэтому можно и нужно рассматривать как акт вынужденной защиты. И, как я уже говорил, в этом документе нет ни слова о выходе РССР из состава Союза. Напротив, РССР четко заявляла, что собирается и впредь оставаться составной частью обновленного Союза. И эту позицию Россия выдержала до конца. Накануне подписания соглашения о Содружестве независимых государств в составе уже не существующего СССР, юридически, формально оставались только Россия и Казахстан. То есть 13 из 15 союзных республик воспользовались правом свободного выхода и покинули единое государство. Часто говорят, что мартовский референдум 1991 года мог спасти СССР. Однако, вопреки сложившемуся мнению, на этом референдуме 17 марта 1991 года голосовали далеко не все граждане СССР. Референдум вообще не проводился в шести союзных республиках из 15. Не только в Латвии, Литве и Эстонии, но также в Армении, Грузии, за исключением Абхазской АССР и Молдове. На остальных территориях, где голосование состоялось, в референдуме приняли участие 80% избирателей, из которых 76% высказали за сохранение СССР. Какими бы ни были цифры, союзный центр уже не мог воспользоваться результатами референдума. Он попросту не успевал за реальными политическими процессами. И по факту референдум не решил ни одной из проблем и даже углубил противостояние между центром и союзными республиками. Действительно, именно после референдума союзные республики заговорили уже не о суверенитете, а о независимости. И скорость дезинтеграции только нарастала. Посмотрите слайд 4. Принятие актов о независимости. Результаты украинского референдума 1 декабря 1991 года поставили последнюю точку в обвальном распаде СССР, ускорившемся после августовского путча. В этот день абсолютное большинство граждан республики поддержало объявление полной независимости Украины, которая еще с 1941 года была членом ООН. Я часто привожу цитату Збигнева-Бжезинского о том, что американские стратегии именно Украине отводили главную роль в дезинтеграции СССР. 5 декабря 1991 года за три дня до подписания соглашения об образовании СНГ Верховный Совет Украины денонсировал союзный договор от 30 декабря 1922 года и постановил не рассматривать Украину в качестве составной части Союза СССР. Как очевидец тех событий могу сказать, что если поначалу Ельцин и Шушкевич надеялись уговорить Кравчука хоть в каком-нибудь виде сохранить союз, в виде конфедерации, например, то после референдума на Украине Кравчук отказывался даже слышать само это слово. Пришлось немало потрудиться, чтобы найти формулу, которая устроила бы все стороны. Так возникло содружество, как способ сосуществования независимых государств в одном экономическом, политическом, военном пространстве. И все-таки, неужели СССР нельзя было сохранить? Документы показывают, что с конца августа 1991 года процесс был необратим. Слишком много сошлось негативных процессов и трендов. Во-первых, это глубокий экономический кризис. В течение десятилетий из каждого рубля произведенной в СССР продукции, вдумайтесь, 88 копеек уходило на производство и закупку оружия. Союз СССР просто не выдержал гонки вооружения экономически. Важнейшим фактором экономического краха стал сговор США с арабскими странами, опустившими цену нефти до 8-9 долларов за баррель, практически ниже или на грани себестоимости ее добычи в СССР. Перестройка не помогла вывести страну из экономического кризиса, а когда в сложной ситуации Запад, а именно Германия, вдруг коль отказали президенту Горбачеву в кредитах на 19 миллиардов немецких марок. Экономика ядерной державы окончательно рухнула. Второе. Безусловно, сработала юридическая мина замедленного действия. Это статья Конституции о праве союзных республик на свободный выход из состава СССР. Она кочевала после договора образования Союза СССР в 1922 году из Конституции в Конституцию, пока ею не воспользовались сначала республики Советской Прибалтики, а потом и все остальные. В-третьих, это информационный вирус зависти. Это не образ, это реальный факт. В архивных документах целый пласт свидетельств. В Тбилиси и Вильнюсе говорили, хватит работать на Москву. На Урале требовали прекратить кормить республики Средней Азии. Власти, ставших независимыми Литви, Латвии и Эстонии, предлагали Союзному Центру разного роста экономические соглашения, про которые тогдашний председатель Совета национальности Верховного Совета СССР Рафик Нишанович Нишанов говорил, что они хотят, чтобы их корова паслась на нашей союзной стороне, а молоко доилось на той стороне. В-четвертых, это резкий рост, обвальный рост межнациональных конфликтов и территориальных споров с вооруженными действиями и кровопролития. Трагические ошибки национальной политики с репрессиями и выселениями целых народов вели к тому, что распад СССР мог пойти по кровавому югославскому сценарию. Посмотрите пятый слайд, карта вооруженных конфликтов с этнической национальной компонентами. Но если все-таки говорить о каких-то хотя бы призрачных шансах на спасение, то в хрониках дезинтеграции СССР можно обнаружить единственный момент, который давал надежду на иной исход событий. Эта альтернатива была не в августе, и тем более не в декабре 1991 года, а в 1989-90 годах. Этот шанс был потерян, когда Михаил Сергеевич Горбачев пошел не по пути принятия новой Конституции СССР, а свернул в сторону идеи разработки Союзного договора. Как известно, к исходу перестройки у Союзного руководства была совершенно правильная мысль принять новую Конституцию СССР, которая учитывала бы все происходящие политические и экономические перемены. Уже на первом съезде народных депутатов СССР было принято решение по подготовке новой Конституции СССР. Была создана Конституционная комиссия под руководством Горбачева с участием народных депутатов и самых видных юристов страны. А 29 января 1990 года была создана рабочая группа под руководством Владимира Николаевича Кудрявцева и народного депутата СССР и вице-президента Академии наук СССР, одного из ведущих советских правоведов того времени. Одновременно с трибуны съезда прозвучала и другая идея. Было предложено обновить союзный договор 1922 года, чтобы удовлетворить требования республик об экономической самостоятельности. Идею союзного договора фактически подбросили эстонцы. 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР принял декларацию о суверенитете Эстонской ССР, в которой говорилось, что дальнейший статус республики в составе СССР должен быть определен союзным договором. Эта эстонская декларация подтолкнула союзные власти начать реформу федеративного устройства СССР и одновременно подала пример для будущего грандиозного парада суверенитета. Уже в марте 1990 года обе палаты Верховного Совета СССР активно обсуждали проект закона об обновлении союзного договора и разграничении полномочий СССР и союзных республик. Почти параллельно 11 июля 1990 года Академик Кудрявцев представил проект новой Конституции СССР. Если бы на тот момент можно было выбрать, по какому пути пойти, надо было выбирать конституционный путь, потому что договор об образовании союза СССР 30 декабря 1922 года уже даже в Конституцию 1936 года не вошел. То есть подчеркивало, что он выполнил свою историческую миссию и прекратил действие. Но было принято решение продолжить работу над заключением союзного договора. Появлялась идея включить будущий союзный договор в новую Конституцию, как это когда-то было в 1922 году сделано. Здесь надо вспомнить, что самый первый союзный договор, как я уже сказал, вошел в Конституцию СССР 1924 года. Но ни в одной из последующих Конституций СССР его уже не было. По мнению Сталина, никаких договоров в 1936 году больше не требовалось, поскольку теперь существует единое централизованное социалистическое государство, в котором уже решен национальный вопрос. Таким образом, хочу подчеркнуть, исторически и юридически формат союзного договора стал неактуален еще в 1936 году. А потому возвращаться к нему в 1989 году было необоснованно и опасно. Началом активной работы над текстом союзного договора проект новой Конституции СССР был отложен в сторону. Я думаю, что если бы договорной траектории было предпочтено конституционное развитие страны, то союз можно было бы спасти хотя бы в виде конфедерации, поскольку речь шла бы о преемственности, о континуитете. Поэтому этот договорный выбор тоже внес в свою лепту, по сути исключил последний шанс спасения единого государства. Согласовать множество разносторонних интересов в условиях жесточайшего экономического и общественно-политического кризиса договорным путем оказалось невозможным. Спасибо за внимание.